всем привет благодарю сразу же всех тех кто пишет комментарии под роликами моими вашими в том числе потому что мы в общем все делаем вместе если бы вас не было нафиг мне было было бы вот это все записывать и тратить на это время да я спокойно слушаю музыку дома читал бы книги работал бы снимал кино и прочее прочее то есть это совместное творчество это очень здорово так что спасибо ну и спасибо всем тем кто материально поддерживает канал потому что это никогда не бывает лишним как бы там ни было все равно это в первую очередь приятно так что благодарю вас от всех души ну и вспоминая комментарии вспоминаю группу japan потому что в комментариях довольно часто я встречаю название этой группы и это очень хорошо потому что это моя юность мои прекрасные веселые денечки когда мы с виктором робертовичем цоем и с большой компанией молодых людей больших модников зависали как мы тогда говорили на группе japan в том числе на дюран дюран тоже да и на адам одеэнс там и и прочих представителей и представителях новой волны точнее новых романтиков очень любили это дело также примерно одевались в меру сил как насколько позволял советский советская малая промышленность но находили кое-что где-то в театре что-то брали где-то в цирке марьяна помогала нам с одеждой красивой и мы выглядели достаточно интересно не хуже на самом деле чем наши английские и американские коллеги новые романтики я имею ввиду но группа japan нам чрезвычайно нравилась не только своим внешним видом но и в первую очередь своей музыкой она была потрясающей для нас и казалось тогда невероятно сложной она сейчас кажется непростой и является непростой сейчас ее слушать также интересно наверное как и в те годы в конце 70-х начале восьмидесятых очень очень крут на самом деле с больших фантазий у меня нет одного альбома точнее двух альбомов меня нет но того что есть тоже мне вполне хватает тиндрам очень любят мои ровесники но для меня эта музыка достаточно глубокомысленная я вообще люблю глубокомысленную музыку серьезную сложную но в отношении japan мне больше нравятся ранние пластинки здесь же группа превратилась в квартет вместо квинтета но пластинка очень хорошая очень хорошие всем рекомендую также как и джентльмен тэк тэк полирует тоже очень неплохо это еще квинтет еще с гитарой но мои любимые это adolescent sex первый альбом семьдесят восьмой если не ошибаюсь год сейчас я проверю до 78 78 году две пластинки вышло вот второй у меня нет обсказывает альтернатив а adolescent sex мне чрезвычайно мил молодые ребята практически недавно закончили недавно кончившие школу правильно говорить кончивший институт кончивший школу вот так как это не удивительно для многих но кончил институт кончил школу так как это не странно я повторюсь да вот недавно кончили школу в школе также группа была образована вокалист был другой а потом пришло пришел давид сильвейн сильвейн точнее нашли его где-то нет не помню где не знаю где можно почитать выяснить где нашли сильвейна и случилось так что сильвейн стал главным человеком практически в джапен но по крайней мере для слушателей на самом деле это конечно сильвейн один из троицы гениальных совершенно музыкантов то есть это ричард барбиери клавишные миккарн бас-гитара удивительная совершенно и дэвид сильвейн как я уже говорил у которого масса сольных пластинок у микка карна не меньше сольных пластинок они очень интересные очень сложные и вообще это потрясающий музыкант я я не понимаю как он как он вырос вообще откуда что берется вот этот вчерашний школьник уже на первом альбоме так стал играть и так сочинять как никто на самом деле не в англии не в америке нигде джапен исключительно самостоятельный коллектив исключительно новый по звуку 78 год они сделали звук такой который стал потом уже тиражироваться масса групп стали играть музыку не то что музыка звук сделать похожий на джапен и в этом ключе работать и начало эмбиента здесь параллельно с брайаном и на совершенно все идет и какое-то не продолжение а в параллель срокси мюзик только интереснее на мой взгляд простят меня пускай любитель рокси мюзик но мне джапен в этом смысле нравится больше как-то как-то глубже что ли потому что рокси мюзик это все-таки уход такой в поп брайан ферри потащил 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 в очень красивый поп очень все здорово хорошо вроде как и глубоко и это многослойные такие аранжировки но джапен эти молодые парни накрутили больше кстати они приглашали для любимейшего моего альбома quite life продюсера рокси мюзик но он не смог с ними работать ничего не случилось страшного потому что quite life получился божественно просто альбом но первый альбом еще квинтет да еще руб дин играет на гитаре и поет здесь ну я повторю ричард барбери клавишные вокал руб дин гитара вокал руб дин потом отвалился стив джансон ударные вокал перкуссия мик карн бас гитара вокал дэвид сельвейн вокал second guitar вторая гитара то есть ну вторая гитара здесь играет роль достаточно серьезную и много очень ритмической гитары но так нас пробило когда мы услышали эту музыку не погну где-то может быть местами похоже на звук альбома и гиппопа идиот местами хотя совершенно другая музыка но я имею виду тембральное насыщение такое вязкая в хорошем смысле слова вязкая вместе с тем ритмичная минорная минорное построение тревожные откуда берется что у этих молодых парней какое-то предощущение тупика впереди но при этом тупика сознания тупика жизни нет жизнь продолжается мы идем вперед гордо как положено новым романтиком красиво выглядящие в хорошей одежде отлично причесанные развиваешь все развивается по ветру и волосы и одежда и и мысли и чувства и открытые сердца и очень это здорово но все достаточно мрачненько transmission первая вещь сразу как-то так вот выползает наползает из ничего из пустоты и пошла вот эта transmission и дико сексуальный голос сильвейна дико просто невероятно не знаю с кем сравнить ни с кем наверное он один такой брайан фэри холодный эстрадный поп-музыкант поп-артист красивый но абсолютно чужой а этот абсолютно свой парень из соседнего двора но вот такой он просто какой-то красавец неземной это в голосе все это я не про внешность говорю это все в голосе on conventional следующая вещь проявил себя уже здесь роб дин прекрасный гитарист совершенно со своей манерой гитарной все вот эти рок штучки вот эти хард роковые все как будто их не существовало как будто не существовало по-своему человек взял гитару играет по-своему свою музыку хотя рифики такие тоже фразочки они достаточно достаточно традиционные ближе к фанку где-то уходящий вроде как мажорненько и весело но в общей палитре такой нагоняется мрак так это все тревожно повторюсь еще раз и безумно красиво архитектура пришельцев на земле такой архитектуры не было архитектура какой-то каких-то внеземных созданий получается но при этом это рок все это как бы песни все все здорово все круто но на второй стороне adolescent sex заглавная песня странная дерганая агрессивная ритмичная но агрессивная не вот это вот вот это вот вот рок такой мы рок мы рокеры вот назвать этих ребят рокерами язык не превратится никогда и я уже говорил много раз что не я никто из моих друзей никто из моих знакомых музыкантов не называет себя рокерами никогда это идиотское слово абсолютно выдуманное какое-то эти парни играют абсолютно свою музыку и очень здорово получается коминист чайна предпоследняя вещь на второй стороне еще более дерганая еще более как ни странно роковая рок-дим на первом месте со своей гитарой ну и меккарны барбиери тоже сзади играют такие такой бас играет здесь меккарн которого кстати говоря никто в руки не играл еще это смесь какого-то фанка один критик написал что такое ощущение что парни зависают на группе шик ну я могу согласиться потому что такой фанковый бас вне фанковой музыки вне фанковой структуре и его сольные альбомы карновские они тоже такие с такой фанковой игрой вне фанковой группа tangerine dream с фанковым басом хотя не tangerine dream хотя совсем другие другие пластинки у карна но очень здорово и телевизион последняя вещь длинная тяжелая совсем уже мрачная ну как и телевидение в котором нет ничего на самом деле хорошего так если по большому счету если задуматься по группу групп погрузиться глубоко она была веселая когда-то там раньше не буду называть даже временные отрезки но в принципе телевидение конечно она вреда приносит нам из лет более чем достаточно но и песня сама такая же посвященная этому самому телевизион концу как я люблю она уходит в гитарный хаос в гитарный навал такой гитарно-клавишно-басово синтезаторно-ударно голосовой вот вот так вот просто пластинка достаточно истеричная в хорошем смысле этого слова достаточно злая достаточно яростная в отличие от quiet life это третий альбом который поспокойнее и который уже более электронные и уже в сторону где-то слышны и зачатки эмбиента и современной электронной музыки всей современной электронной музыки 79 году как эти парни придумали это все просто взяли и придумали взяли при в студии вот так вот накрутили стали играть музыку не похожую ни на кого но при этом оставаться в формате рок-песен quiet life который заглавная песня которая начинается с уже уже пошли синтезаторные штучки тут 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 и голос силвейна завораживающий гипнотизирующий ну в сторону дэвида боу и можно посмотреть в смысле гипноза смысле гипнотизирующего тембра уникального тембра голоса здесь просто прекрасно кстати пластинка вот это издание у меня посвящается мику карму который у нас оставил 24 июля родился 24 июля 58 года умер 4 января 2011 вот это издание из трех пластинок такой вот большой один альбом здесь оригинальные и два альбома бонусов разных и концертных и синглы сюда входят и много чего интересного здесь есть fall in love with me вторая песня начинается все как водится у japan тревожно таинственно а рефрен вдруг уходит в диска металлическая диска но диска то которое мы любим не не евро диска идиотское тупое а рок диска металлическая диска как я уже сказал термин придумал дэвид боу и в свое время когда с и гиппопом работал вот это вот самое металлическая диска жесткая тревожная насыщенная опять-таки синтезаторами и всеми делами диспер и на бок две песни очень отличаются от первых двух альбомов но первый я показываю 2 у меня нет какой-то странной взрослостью спокойствием тревога осталось но не то чтобы лаконичнее все но как-то все чище спокойней но дальше будет еще спокойнее то есть тиндрам он совсем уже совсем глубокомысленный как я и говорил ну хэллоуин правда страшненькая песня страшненькая роковая опять-таки гитара проснулась почему-то страшненько и all tomorrow's parties кавер был в этот underground очень мягко и очень нежно исполненный это не последняя песня alien the other side of life последняя песня очень я ее люблю the other side of life очень хорошее произведение просто наверное наверное фирменная марка japan хотя любую песню какую не возьми это сразу слышно что это вот эти вот практически космические пришельцы но живущие на нашей земле играющие на наших инструментах на наших с вами инструментов вот такие инструменты сейчас есть везде и оборудование есть в общем в любой студии и иди записывай только вряд ли получится так круто как у japan japan я пошел пить пока